Добрый день, дорогие слушатели православного портала Экзекет. С воскресным возднем, и сегодня на литургии в воскресном Евангелии мы слышим с вами повествование Евангелия от Луки, где говорится о том, как Господь исцелил Иерихонского слепца. Это 18 глава, стихи 35-43. Давайте с вами обратимся к русскому тексту этого повествования евангельского, для того, чтобы освежить его в памяти. Когда же подходил Иисус к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни. И, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое. Ему сказали, что Иисус на заре идет. Тогда он закричал, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал, «Сын Давидов, помилуй меня!» И Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал, «Господи, чтобы мне прозреть!» И Иисус сказал ему, «Прозри, вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Вот такое мы с вами слышим чтение за сегодняшнюю воскресную литургию. Чтение очень важное, которое не просто говорит нам о каком-то одном из многочисленных эпизодов, случившихся в дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Сама эта вполне имевшая место в действительности история несет в себе некоторые черты такой притчи и насказания, которые каждый из нас может применить к себе и использовать для собственной душевной и духовной пользы. Итак, к чему же получает нас эта воскресная Евангелие? Мы с вами встречаем здесь человека слепого, который сидит при дороге и, услышав, что происходит какое-то такое движение, явно услышав, что большая масса людей стремятся куда-то, услышав шумы и хлопоты, которые это сопровождают, он спрашивает о том, что происходит. Ему говорят, что идет Иисус Назарей. Очевидно, что слепой, который подобно ему, люди, по всей вероятности, отличался очень чутким слухом и цепкой памятью, уже не впервые слышит это имя и знает, кто такой Иисус из Назарета. Он понимает, что это тот, кто может помочь ему избавиться от той беды, от той напасть, от того недуга, который, видимо, в продолжении уже очень многих лет сопровождает и отравляет его собственную жизнь. И поэтому он, не имея возможности бежать не зная куда, начинает как можно более громко кричать со своего места «Иисусе, сыне Давидов, помилуй мя!» «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» И народ, который впереди него, за которым он как-то пытается, видимо, стремиться, он мешает своим крикам и пытается заставить его замолчать. Но он только еще громче кричит и вызывает к Спасителю. На самом деле, в образе этого слепого выражена вся наша с вами духовная жизнь. Каждый человек, как мы знаем, является в этой духовной жизни слепым. Он не может видеть ясно происходящее в духовном мире, не может ясно видеть Спасителя, не может ясно видеть истинной веры. Вот такая плотская слепота, привязанность к этой жизни, ослепленность, которая обусловлена нашим существованием, существованием нашего бессмертного духа в этой дебилой плоти, она мешает человеку увидеть Бога, как он есть, познать Бога в полноте и совершенстве, не позволяет ему сделаться в полном смысле этого слова зрячим. Какое же есть средство у человека для того, чтобы избавиться от своего духовного недуга? Выпиять в молитве к Спасителю. Иисусе, Сыне Давидов, помилуй мя. Не случайно, кстати говоря, эту молитву, а также ее разновидность, молитву Иисусову, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного, так ценили, так любили святые отцы. Многие из них творили Иисусову молитву, а многие советовали подражать и вот этому слепому, обращаясь к нему с вот этим полным, беззащитной трогательностью призывом. Иисусе, Сыне Давидов, помилуй мя. И это тоже одна из разновидностей того умного делания, той умной молитвы, которую преподобные подвижники употребляли для того, чтобы приобрести внутреннее духовное зрение, научиться видеть Бога, научиться видеть Христа очами своей души, своего духа. И, безусловно, найдется немало тех, кто начнут мешать подобному молитвенному деланию, кто начнет толкать и всячески заставлять такого желающего прозреть слепца прекратить его молитвенные вопли ко Христу, ко Спасителю, обращение к Нему. Это образ тех, толпящихся во множестве в человеческом сознании бесовских помыслов и действий страстей, а зачастую непосредственно самих нечистых духов, которые пытаются всячески воспрепятствовать этому общению человека и Бога, воспрепятствовать молитве, которое для них неприятно, которое попаляет и обжигает их, которые лишний раз напоминают им об их собственном духовном состоянии. И вот они-то и пытаются заставить человека умолкнуть всеми способами, отвлекая его какими-то зрелищами и картинками, отвлекая его попечением о земных делах, удовлетворением страстей, или просто засыпая его сознание всевозможным мысленным мусором и всевозможными страхами, окриками, пытаясь добиться и заставить, чтобы он умолк. Что же делать с лепецом? Только сильнее начинает вопиять и кричать. Иисусе, сыне Давидов, помилуй мя, до тех пор, пока сам Спаситель, остановившись, не призовет его к себе и не спросит, о чем же так тоскует его душа, о чем же так он взывает к проходящему мимо Учителю. Итак, приобретя какую-то веру, приобретя какую-то веру от слуха, узнав о том, что Спаситель действительно может исцелить человека в любом обстоянии, в любой беде, человек, хотя и оставаясь слепым, начинает искать Спасителя, начинает взывать к Нему и проявляет твердость, последовательность и настойчивость своей молитвы. И вот этот молитвенный труд, этот духовный подвиг увенчивается тем, что Господь дарует человеку то, что для него единственное в этой жизни необходимо. Дарует ему прозрение. Прозрение, которое в телесном отношении, в случае этого слепца, являлось образом того духовного прозрения, к которому должен стремиться всякий человек на своем пути следования за Христом. И вот только прозрев, только отринув от своих глаз всю темноту века сего, темноту страстей, человек может, славя Бога, следовать своей жизнью за Ним, прославлять Его. Вот этот случай, это иллюстрация всего нашего духовного пути, всей нашей земной жизни. И не случайно Церковь выбрала его в качестве одного из воскресных чтений, поскольку в воскресные дни мы с вами, как правило, слышим отобранные, но наиболее такие важные для нашей духовной жизни евангельские повествования и отрывки каких-то евангельских чтений. Ну, мы с вами в нашей беседе по Ирихоне говорили и о том, что вот этот случай, это евангельское повествование о слепце или по другой версии о двух слепцах, которые упрашивали спасителя об исцелении на дороге, которую вела в Ирихон или за Ирихона. Память об этом исцелении сохранялась и в поздние времена, и на этом месте была построена часовня еще в византийское время, также существовала в крестоноске период небольшая церковь, которая, по всей вероятности, была встроена в систему укреплений Ирихона, построенных тамплиерами в XII веке и в начале XIII, и защищала подходы к Ирихону. Сейчас от них осталась лишь только небольшая такая полуразрушенная башенка, такие ворота, которые находятся на дороге, сейчас неиспользуемые. Это древняя дорога, которая шла по склону ущелья Вадикельта и Вадифаран из Ирихона в Иерусалим. Это та древняя дорога, которой пользовались путники во времена Спасителя до тех пор, пока римляне не построили другую дорогу, ведшую в обход, которая сейчас примерно совпадает с тем путем, в котором движутся машины, автобусы, везущие людей между Иерихоном и Иерусалимом. А вот в память об этих слепых, получивших исцеление, в том числе и об этом слепом, который упоминается в нынешнем воскресном евангельском чтении, в небольшом местечке на окраине Иерихона, которое сейчас называется Джубр-Ат-Тахтани, можно видеть вот эти руины, развалины. Их может увидеть тот, кто воспользуется этой древней дорогой для того, чтобы подняться от Иерихона по ущелью к монастырю преподобного Георгия Хазевида в древней лавре, лежащей на склоне этого ущелья. Но, правда, пройдет другой стороной, той стороной, которой чаще всего пользовались путники, шедшие в Иерусалим и в Иерихон. Ну а для нас с вами, для тех, кто, может быть, сейчас не имеет возможности посетить непосредственно эти земные места, евангельское чтение, евангельское повествование имеет неприходящее значение, неприходящую ценность, поскольку даже без того, чтобы мы с вами побывали на тех местах, по которым когда-то ходил Господь и Спаситель, мы, тем не менее, всегда можем из вот этого евангельского текста получить те образы и ту помощь, духовную поддержку, которые укрепят нас в нашем собственном молитвенном делании, в нашем собственном молитвенном труде. Если молитва ваша рассыпается, как просьба того слепого, которому всячески мешают обращаться к Спасителю толпы, людей или, в нашем случае, каких-то забот и помыслов, то сделайте так же, как дел этот слепой. Не прекращайте своего внутреннего молитвенного обращения к Спасителю. Кричите громче. Не обязательно это должно выражаться вслух. Кричать громко можно и внутри себя, в собственной душе, просто с внутренним усердием, как Моисей, который тоже не разобкнул уста, не произнес ничего вслух, но, тем не менее, услышал Моисей, что ты выпьешь ко мне. Мы с вами можем точно так же, вот, внутренне в своем сердце, выпиять Иисусе Сыне Давидов, помилуй мя Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного, и получить великий дар духовного прозрения, познания Бога, познания Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.